Приветствую вас, Татьяна. Давайте разберем ваш вопрос. Итак, решила выйти из своего тяжелого эмоционального состояния с помощью психологов. Понимаете, с помощью психологов уже как-то намекает на то, что вы склонны перебираться. Дело в том, что на то, что бы вас чувствовали, при том, что вы занимаетесь именно психотерапией, которая, в принципе, может несколько лет длиться. Надеюсь, чтобы вас почувствовали, как раз нужно, в общем, довольно большое количество времени, чтобы человек вошел в контакт, чтобы вы привыкли к человеку, чтобы человек вам привык. Поэтому я думаю, что если вы провели одну встречу и говорить о том, что человек вас не чувствует, ну, это, в принципе, мне кажется, нормально. Потому что взрослые люди на первые встречи вряд ли когда раскрываются. Вот. Поэтому тут опять же уточните, пожалуйста, что нас тут у психологов. Так, если вы выходите из тяжелого эмоционального состояния, если вы решаетесь. Понятно. Психотерапия, если вы выбираете человека на год минимум, а, как правило, на два и больше. Вот. И, соответственно, с этим человеком вы идете. Вот. И с этим человеком вы выстраиваете, по сути, отношения. Вот. Новый тип отношений. Психолог, психотерапевт, клиент. Вот. И, соответственно, в этих отношениях у вас постепенно будет появляться точное ощущение. Сразу нет. Если же мы говорим, например, про психологическое консультирование, да, если мы говорим о том, что вы, ну, там, так просто вот решили консультацию взять, да, и все. Вот, посмотрите, как понравится, не понравится. Не рассчитывали на психотерапию, например. Ну, если так, то, как бы, тут все еще более случайно, потому что, если люди занимаются только консультированием, то, соответственно, чувствовать другого человека не совсем то, что таким специалистам нужно. Не потому что они, там, вот, плохие какие-то, да, просто потому что, ну, извините, специализация, вот, ну, такая, специфика такая, вот, такой ориентирован у людей, как бы, вот. Поэтому, я бы сказал, что, там ли вы ищете, вот, то, что вам нужно, да, как-то, то есть, вот, туда ли вы обращаетесь за тем, что вам нужно. Ну, уж и на, я уже брала несколькие консультации у разных экспертов. Ну, вот, это, наверное, пожалуй, художе должно, что вы можете для себя с ним, потому что, нужно работать со одним психологом, дать ему возможность делать свою работу, дать ему возможность работать с вами, как бы, понимается, что да, и соответственно, ну, это не сразу проявляется эффект, поэтому, ну, я бы сказал, что то, что вам тяжело, вероятность всего свидетельствует о неком сопротивлении вашим, конечно, но говорить о том, что вам тяжело, например, ну, вполне себе можно и нужно, вот, говорить о том, что вам тяжело, это может быть предметом обсуждения, то есть вам тяжело, и то, что вам, ну, может, например, казаться, что вас психолог отвергает, отвергает, например, вот, то, что вам может, вот, казаться, что вас не слышат, вот, то есть это, может быть, как раз таки, ну, проявление, мне кажется, вашего терапевтического опыта, вот, поэтому, что деликатный момент, с одной стороны, это сопротивление, с другой стороны, это, как бы, предмет обсуждения, вот, с психологом, опять же, с психологом, опять же, говорить об этом нужно. Далее, нет какой-то эмоциональной связи с человеком, как будто психолог не входит к истинной причине, не чувствует меня, мою душу. Ну, мне кажется, что здесь двоя костор. С одной стороны, истинная причина не слышать вас и вашу душу, как бы указывает человека, наверное, свои представления о том, как вы должны услышать, но мне также кажется, что правда заключается в том, что каждый слышит по-твоему, каждый слышит так, как может слышать, на мой взгляд, и я думаю, что у всех свои возможности. Вам важно, чтобы вас услышали, но вам менее важно просить проживать свои чувства. То есть я понимаю, о чем вы говорите, но мне кажется, что в какой-то степени вы чересчур много обращаете внимание на психолога. Мне кажется, что имело бы смысл вам больше обращать внимание на себя. Вот. Имело бы вам смысл, ну, больше обращать внимание на ваше собственное чувство и на ваше собственное переживание. И смотреть, да, на реакцию психолога, конечно же, в этом направлении. Вот. Откликаться на реакцию, прощевать и так далее. Вот. Вы же такое ощущение ждете от психолога, что он будет, ну, по сути, полностью пропускать через себя то, что чувствует и вы. Это невозможно не только с точки зрения психолога, но это невозможно с точки зрения любого человека. Вот. То есть это как бы нормально. И я думаю, что вы ищете идеально сопереживающего человека и ориентируетесь на этого человека, а не на то, чтобы разобраться в себе. То есть, повторюсь, вам интересно, интереснее, точнее, то, как реагирует на вас психолог больше, чем вы сами. Вот. Это, мне кажется, ключевой момент. То есть, как бы, мне кажется, что, ну, одно-ноль аспект, да, для чего вы обращаетесь к психологу. Вы очень тяжелое состояние. Прожить боль. Вот. И, на мой взгляд, как бы, вам нужно разобраться к себе. А вы, вот, ищите того, кто, кто, как бы, подтвердит вам вашу боль. Вряд ли, так она станет меньше. Вот. А, конечно, эмпатия важна. Вот. И холодность, отстраненность человека, например, это не то же самое, что недостаточность его реакции. Вот. Поэтому, если вы чувствуете, что человек с вами именно холода не отстранен, это одно дело. А если вы чувствуете, что вам недостаточно его реакции, это немножко другое. Недостаточная реакция будет, скорее всего, всегда. Да. Вот это, конечно, главное. Что касается истинных причин, то я боюсь, что истинных причин вы знать не можете. Так же, как и психолог. Вот. Сейчас не можете найти эти причины. Конечно, возможно, но их всегда несколько. Вот. Какой-то одной причины нет и быть не может, в принципе. Поэтому то, что вы говорите, ну, не совсем, на мой взгляд, соответствует, ну, действительности. То есть, понимаете, как будто вы приходите и говорите, вот у меня это боль, вот мне больно, а что дальше? Как бы, ну, что дальше? То есть, это один момент. Вместе с тем, есть, как мне кажется, другой момент важный. Про то, что действительно отвлекать вас и навязывать вот свое мнение, да, например, действительно психолог не должен вводить вас в ту сторону, тоже нет. Ну, как бы говорить, отвлекать вас. Но здесь история двухсторонняя, деликатная, я бы сказал. Вот. Я больше думаю, знаете, как, я больше думаю, что вы находитесь в определенном эмоциональном состоянии сейчас, которое делает вас чрезмерно восприимчивой к некоторым моделям поведения болезни. Дальше. Чувствую, что моя боль приорона, а меня хотят увести совсем другую сторону. Ну, если говорить об этом, то здесь, да, вам не дают просить боль. Подскажите, как должна строиться работать с психологом? В разных школах психотерапии по-разному. Можно ли психологу открыть о том, что чувствуешь, что тебя не устраивает, чтобы поменять работу? Что чувствуешь можно, а вот поменять работу на мере, потому что если человек работает в определенной школе психотерапии, работы у меня там не будет. нужно найти своего специалиста, которому будет легко и комфортно. Ну, здесь, опять же, достаточно деликатный момент. Дело в том, что легко и комфортно вам может и не быть с кем угодно, потому что вы можете бояться выходить из своего состояния, тяжелого. Потому что хоть состояние ваше и тяжелое, психологическое, но какая-то выгода, вторичная пускай, от этого состояния, у вас, вероятно, есть. И перспективы эту выгоду потерять, может мотивировать вас неосознанно, ограждаться от любого соприкосновения с чемпионом, что из этого состояния есть. Что из этого состояния вас может вывести, спросили. Да? И в том числе это касается боли, что вы вроде бы говорите про боли. Вот. Но момент в том, что вот вы можете, например, фиксироваться на этой боли просто, просто фиксироваться на ней. И никуда дальше не двигаться. Вот. Может быть вы застреваете. Конечно, это тонкая работа. Потому что если, например, то куда он, допустим, ну, может уводить, скажем так, вас психолог в контексте вашей боли, может, ну, может вам на самом деле не соответствовать. То есть вы можете, ну, быть не согласны с этим, да, и можете вот считать, что вообще это не о том, если вам это не откликается. Вот. Поэтому тут двусторонняя история, повторюсь. То есть без конкретной работы с вами, без конкретного анализа того, что происходит с вами, вот с вашим состоянием, например, мне кажется, ну, довольно-таки сложно будет сейчас вот сказать, насколько это ваши защитные механизмы, насколько это действительно вам не делается специалистам. Потому что бывает по-разному, бывает, когда, ну, действительно, человеку не везет со специалистами и довольно долго не получается найти своего. А бывает, когда человек просто через психологов пытается, ну, доказать себе какие-то, ну, какие-то вещи, какие-то моменты, вот. А не реально свою жизнь изменить, вот. Такое, к сожалению, тоже было. И исключать этот вариант мы не можем, вот. Потому что это было бы, ну, это означало бы не учитывать всех данных. Дальше. Так, вы должны присматриваться на комментарии по этому поводу, чтобы эффективно пройти путь к исцелению своей души и жизни в целом. Ну, честно говоря, меня смущает ваша формулировка исцеления души и жизни. Ну, там, что не занимаются психологией, вот, как шляховым исцелением. Да, мы все-таки занимаемся, по крайней мере, представителем таких вот, ну, скажем так, гуманистических, да, школ психотерапии. И заниматься, ну, помощью человеку в том, чтобы разобраться в себе, разобраться с собой, вот, со своими чувствами, переживаниями, вот, но никак не исцелять. То есть, исцеление, это немножечко не про данных социалистов, вот, и, соответственно, исцеление, это полагалось, что вы болны, вот, в стране что-то не так, а, на мой взгляд, по крайней мере, клиентов, например, я, и... Мои коллеги, вот, не считаем больными, вот, это, на мой взгляд, неверно ставиться, вот, просто это человек, который хочет изменить, вот, свою жизнь, вот, именно хочет ее поменять. И это, ну, в общем, в общем, в целом, нормально, что, ну, что вот такое желание у человека есть, хорошо, что такое желание у человека есть, вот. Поэтому говорить о том, что, чтобы вас исцелять, ну, мне кажется, здесь немножечко такая позиция не совсем корректна. Я бы так это сказал, вот, вот, дальше. Так, исцеление, что я же не знаю, что значит исцеление, значит, что у меня. Я думаю, умеетнее было бы говорить об изменениях, вот, об изменениях было бы умеетно говорить. То есть каких, каких изменений в своей жизни вы хотите, например. Вот, это да, это позиция хорошая. Какие изменения вам нужны, например. Что вы хотите в своей жизни поменять, это вот да. А когда вы говорите исцелить, ну, просто здесь довольно много неопределенности, вот. Поэтому я бы сказал, что вам нужно понимать, что вот у каждой школы психотерапии есть свои подходы, есть свои методики работы. Вот, и, соответственно, например, вот в гестальте, в подходе, вы можете говорить все, чем угодно, да. И это, в принципе, прекрасно и, в принципе, здорово, если вы об этом говорите. Вот, это помогает выздороветь, как раз таки, адекватные отношения со специалистом. Вот, то есть это, в первую очередь, искренность, в первую очередь открытость, честность и так далее. Вот, и, например, в моем опыте это является базисом. Также, в моем опыте, базисом является внимательность к себе и к клиенту, чувствительность, вот. Но какого-то человека лучше чувствовать, какого-то хуже из-за того, что он закрыт, может быть. Вот, или, допустим, демонстрируют больше механизмов защиты. Вот, поэтому, я думаю, что здесь не все так однозначно, как вот, ну, допустим, вы говорите. Поэтому, ситуация, я бы сказал, деликатная, вот, ситуация деликатная, тонкая, вот, и, мне кажется, что относиться к ней нужно так же. Да, то есть, мне кажется, вы, вот, несколько с плеча рубите, вот здесь, на мой взгляд, по крайней мере. Последний вопрос, который я хотел бы вам задать, будет звучать таким образом. Что вы делаете, чтобы вам было комфортно и легко со специалистом. Ну, что вы делаете для этого? И делаете ли вы для этого? Что там? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что это было вам интересно. Будем благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что все ваши проблемы будут разрешены. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...